вот это зарядка для фур электрических как для троллейбуса такие сделали на трассе участки когда подъезжает машина на этот участок у него поднимаются такие рога и она подзаряжается и едет дальше ехали туннель 1527 метров протяженность едем в шварцвальд это лес черный очень огромный едем самые как по описанию крутые хородишки такие места где можно насладиться этой природой поезжаем через туннель этот прикольный такой большой вот речушка такая горы и домики маленькие классные мне нравится стиль такой немецкий красота вот на светофоре остановимся можно снять немножко местность красиво конечно слега тут тоже снимается красота какая вон смотри станция трамвайная какая-то здесь храмы такие конечно приехали мы фронстад это первое место которое находится между ну как бы такой впадине который находится в шварцвальд большом лесе этом черном и вот такой вот городок маленький сейчас походим посмотрим что здесь и потом поедем обратно в горы так уютно здесь красиво конечно интересно по своему первое место приходим такой храм старый площадь таком стиле немецком все на минималках и уютником уютно компактно 45-й год показалось что было на этом месте вот полуразрушенный город вот как сейчас выглядит цвет мы и и и и В общем, нас дорога завела в такое место, прямо среди леса, 30 км ехать по вот такой местности. Неизвестно, навстречу будут машины ехать или нет. Может, заднего пропустить, пускай приедет, но местный может. Узенькая такая дорожка, не знаю даже. Была дорога направо и налево, но очень большой крюк. И мы поехали через такой, ну, через Шварцвальд, в общем, этот, прямо через гору. И вот эта узенькая такая дорожка ведет к тому городку, в котором мы едем. Которые все едут, в принципе, люди, которые приезжают сюда. В общем, такая местность прикольная. Вот едешь и везде, во-первых, дорога разная, она может проходить через лес, может быть очень узкой. Дальше ты выезжаешь там на вот такую вот похожую дорогу, в две полосы, и более удобно ехать. Поэтому не бойтесь, едьте там через эту карту, через узкие дороги, потом вы выйдете в любом случае на хорошую. Вот сейчас мы приехали, здесь какие-то отели, постоянно курортные зоны. И один из таких вот, где мы остановились, место вот такое вот озерцо. Сейчас перекусим и поедем дальше. В лесу покажу, как глухой, очень глухой, огромный лес. Вот. Красота вообще просто. Воздух такой. Проезжаешь иногда, мы проезжаем иногда такие места, где цветочки, травы, вообще запах такой прямо, громад обалденный. Вот пенсионеры здесь приехали, отдыхают на лавочке, всю свою жизнь проработали, и теперь государство им обеспечило на старости лет пенсию настоящую. Они приезжают в такие места, набираются сил здесь, отдыхают. Вот. Обидно за наших пенсионеров, которые вместо того, чтобы отдыхать, после того, как они всю жизнь пахали. Кто в Чернобыле, кто еще где, на государство. Государство им подарило на пенсии еще один рабочий срок, и люди, наши пенсионеры работают кто в охране, кто еще где, кто в магазине продавцом. Потому что денег тех не хватает, к сожалению. Вот такая вот и грустная история получается. Проезжаем такие места, конечно, красивые очень. Ну, всякие реки там, хоры. Город маленький, вырастает из ничего, вообще просто вот едем. Потом дальше появляется вот такая вот штука. И поворачиваем передней. Допустим, грузина. Музыка. Трансль. 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 Стрельг. Трансль. 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 Часы с кукушкой Это особенность вот этого городка, получается Стоит 150 евро или 200 Какие-то крутые часы, но мы посмотрим, сейчас туда приедем Вот мы приехали в Триберг В Триберг Оставили машину здесь Там такой вид классный Серега собирается В поход на водопад Покупаться Там, в общем, есть водопад Мы сейчас, если он Действующий и все нормально Попробуем покупаться там в ледяной воде Вот какую красоту Люди умеют создавать Посмотрите только на этот дом Это вообще бомба Замедленного действия для мозга Человека Круто, как сделано все Расскажу вам такую историю Ну, это не история, а больше Такой факт Здесь, в этом месте Очень популярно Производить часы с кукушкой Сюда люди приезжают И те туристы, которые посещают это место Все покупают часы с кукушкой Значит, когда я читал Об этом месте Там писалось, что они стоят 150-200 евро Но На самом деле Есть часы и по 5 евро И по 6 евро И по 10 И в этих границах Можно маленькие Купить такие настенные Часы с кукушкой Производство Здесь Хендмейт Короче, делают здесь на месте Прямо немцы Вот И продают Значит, вход стоит 8 евро Для взрослого человека Вот мы зашли сюда И здесь Здесь рядышком зоопарк Там пойти направо нужно А здесь Вход На водопад Дают такие брошюрки Всякие с карты Здесь вот есть Такой один из Обзорных площадок Этого водопада Подниматься здесь Это, конечно, тяжеловато Потом мы поднялись Немножко Вот здесь вот переходишь И попадаешь на этот водопад Красивенный Сейчас переполнены реки Врейне И Не знаю, правда, с Рейна Она выливается Страдали из города Страдали из города Врейн Значит, вот Водопад сам Вот люди Фотографируются здесь Место сикарное, конечно Здесь так все красиво Это Шварцвальд Лес И Красота, конечно Но они умеют это все поддерживать Хотя у нас в Карпатах Есть и такие же тоже водопады Прикольные Но не та инфраструктура Не так развита Куда классно мы с Серегой идут Прочти на водопаде Серега молчит Ну что я дико впечатлен Прям Без слов Захватывает дух Точно Здесь какой-то камень стоит И на камне вот табличка И ничего не понятно Потому что немецкие Я не знаю Знаю всего несколько слов И на этом Конец Значит, вот мы поднимаемся дальше Здесь такие камни Горы Конечно же, как в лесу Не в самом обычном Но Где-то вот В Карпатах есть Похожие места очень Вот Ну, здесь оно более такое Как древнее, кажется Такие стволы деревьев Конечно Лес очень-очень старый Вода, она всегда притягивает Как-то Идем дальше Конечно, красота такая Конкретная здесь Где Такие Валуны Где-то что-то выписано Какие-то надписи Здесь прямо вода попадает сюда Здесь верхушка попадает от этого водопада Просто круто очень Вот она здесь Класс Просто супер Бомба Бомба-ракета Вот поднимаешься Здесь такой вид открывается Шикарный Конечно же, кто находится На этой земле В Германии Обязательно езжайте сюда Здесь очень красиво И вам понравится Обязательно езжайте сюда И Наслаждайтесь Этой Этим чудом Природы Красота какая здесь Особенно Вот этот вид Меня очень впечатлил Сверху вниз Вот водопад У нас в Карпатах Есть похожие Локации Но Нет мостиков И ты можешь Мост только Вернее В этот Водопад Посмотреть только Снизу вверх Вот посмотрите Какие здесь виды В лесу Именно Глужь Дичь такая Там Волны такие Деревья Поленья Лежат огромные Падают Никто их не трогает Вот Дикий Дикий лес Красивый Дикий лес Ну или Поляки Знаешь Он белка Вернее Сверху Не, он был здесь. В 807 году. В 808. Поднялись немножко выше. Своя высота идет. Куча людей, народа, разных национальностей. Здесь дерево поваленное лежит. Старое-старое. Не знаю сколько лет, лет пятьдесят, наверное, оно лежит уже. Прямо у вас и нас бегает. Иди сюда. Дина, иди сюда. В общем, идем мы очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-долго. Конца и края нет этого водопада. Вот он превратился уже сверху в такую речушку. Вот. И гора неизвестно где заканчивается. Решили достать карту, посмотреть, что нам при входе дали. Здесь на карте показано, что, ну, не знаю, целый город какой-то. Хотя это, может, на карте так показано. Может быть, оно все... Но я не знаю, где мы находимся. Ты понимаешь вообще? Да. Короче, сейчас разберемся и либо дальше пойдем, либо будем возвращаться обратно. В общем, туда вверх, мы посмотрели по карте, это ты выходишь с другого конца этого леса. Там тоже есть паркинг, тоже есть вход, в котором продают билеты. И если ты с той стороны заехал, ты заходишь в парк с той стороны. Если ты снизу заехал, значит, ты зашел снизу, посмотрел... Водопад этот один, второй, третий, четвертый, там пятый, сколько их было, уже не помню. И можешь пойти, то есть ты можешь туда подняться вверх и просто подняться на то место, где люди приезжают сверху. Недавно здесь был ураган и, скорее всего, немножко зацепило этот регион тоже. Человек здесь бегает, наверное, живет здесь местный. Хлопать, гнуть. Тут, наверное, надо привал сделать. И грибочки здесь растут. Похож на белый, похож на польский, на подберезовики. Я, честно говоря, не знаю, но это съедобный 100% гриб. А где еще один, Серега, это видел? Там далеко где-то, да? За камешком получилось. Вот, смотрите, вот это пиво. Это самое вкусное пиво, которое я пробовал вообще в Германии и вообще во всем мире. Это просто самое-самое крутое пиво и самое вкусное. Не знаю, от чего, наконец-то, но в этой местности производится.